приветствую вас дорогие любители знатоки шахмат с вами на связи макс и мариев мастер фиде будем сейчас быстро играть а то я комментирую пока все флаг не рубят сейчас буду ускоренном темпе развиваться дебюте особо комментировать нечего просто развитие бесхитростное такое немножко соперник как мы видим на еще более бесхитростно развивается смотрите когда быстрее начал играть прям начал жестче играть лучше оттуда этот философ стал тормозил иногда надо на инстинктах прям играть на классе как говорится рвать просто уничтожу и по времени по позиции как вы видите соперник взял качество f3 ограничил слона и 4 хочу поставить пешку очень сильный противовес против этого слона аж а3 пешка висела мы просто и убираем слон b2 обратно пешку а3 защитил на всякий случай сейчас буду надвигать просто реализовывать перевес обратите внимание как я это буду делать b4 если он е5 сыграет просто конь е3 конь б6 можно было сразу так сыграть еще ходом ранее но сейчас это еще более жестко и коварно шах что он задумался то конь c5 напал на пешку тормозу усиливаем пока позицию короля в эндшпле король ближе к центру хорош на и3 поставлю не за чем торопиться более в блице ну чтобы 5 конь d4 последует правда опять неприятный ход немножко оказался конь d3 тогда будем использовать то обстоятельство что ладья связана то есть конь связан и бить черные не могли своим конем моего коня так начинается самое интересное хотя уже интересно все прошло что-то у меня качество лишнее пешка лишнее сейчас заряжем по линии c его правда завязать не получается но по крайней мере пускай он думает что получается такой психологический элемент ходы что ли закончили что заход слона f8 пока нападем а4 а4 веду пешку могу опять сыграть потому что конь связан а4 конь d5 вот и сюрпризик ладья c6 думаю так сильнее будет Вот теперь чисто лишняя фигура, но если на А4 съест, то буду играть Эншпиль с лишней фигурой, просто с лишним конем. Как вы понимаете, друзья, это легкий выигрыш, даже так вот сразу создам проходную, даже не проходную, на эти пешки наеду, просто с поддержкой коня съем пешку G6, коня перевожу на D6, обратите внимание, с шахом вытесняю короля, теперь иду своим королем, или нет, не буду своим королем, пока еще. А пока на E7 перейдем, если дадут, дают, сходим с слоном, короля на F6 перевожу, ближе к пешке. Теперь сейчас навалиться надо на нее конем, пожалуй, с поля E7. или с поля F8, даже эффектнее будет. О, грамотно. В ресурсе я не учел, предложил ничью. Ха-ха, смешно. Так. Ну что, друзья, есть время подумать, чтобы не допустить никакой контр-игры здесь, с его стороны. кони E5 ставлю, чтобы король никуда не шел сюда. Вот это да. король E6 есть ход. Ну что, две лишние фигуры, эффектная победа. Так, дорогие друзья, подписывайтесь на канал Школа Шахматчисмастер. Будем дальше с вами разбирать уже конкретные уроки. Например, завтра я планирую разместить уже урок, не просто близпартию, а конкретный урок. Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И кроме этого рекомендую вам нажать на всплывающую кнопку, скачать бесплатную книгу, чтобы получить книгу, которая называется «21 критическая ошибка новичка в шахматах». С ее помощью вы сможете значительно повысить свои результаты. Потому что в ней описываются самые типичные ошибки. Вот мой соперник, я вам эту книгу не читал. На этом, дорогие друзья, все. Благодарю вас за внимание.